Девушки отдыхают Мне нравится тренироваться и готовиться к играм. Может быть, через год, когда этого не будет, мне понравится что-то другое. Но сейчас я все еще чувствую, мне нужно что-то принести в команду, помогать ей в разных областях. Поэтому я не думаю сейчас об уходе. Сказал Хоса. В НХЛ 38-летний форвард провел 1309 поединков, в которых забросил 525 шайб и отдал 609 передач. В плей-офф на его счету 52 шайбы и 97 передач в 205 матчах. На данный момент у форварда действующий контракт еще на 4 года с годовым окладом в 5 миллионов 200 тысяч долларов. Хоса вошел в список защищенных игроков Blackhawks перед драфтом расширения Национальной хоккейной лиги. Драфт НХЛ – это ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, которое заключается в передаче профессиональным клубам лиги прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям. Английский футбольный клуб «Саутгемптон» близок к тому, чтобы уговорить Маурисио Пеллегрино стать главным тренером команды, сообщает ESPN. Руководство клуба проводило интервью с несколькими менеджерами в течение недели после увольнения Клода Пюэля, среди которых был и аргентинский специалист. Боссам «Саутгемптона» понравилось общение с Пеллегрино, и сейчас Маурисио для них наиболее приоритетная кандидатура на вакантную должность главного тренера, хотя у того также есть предложение от Кристал Пелос, с руководящими фигурами которого он общался ранее, произведя на них тоже приятное впечатление. Руководители «Саутгемптона» убеждены, возможность работать с ними будет более привлекательной для Пеллегрино, чем вариант с Пелос, ведь инфраструктура и финансовые возможности клуба из Южной Англии в трансферных вопросах более солидны. Другими кандидатами на вакантную должность рассматривались экс-тренер Аякса и Интера Франк де Бур, также претендующий на аналогичное место в Кристал Пелос, и экс-тренер Шальке Маркус Вайнцир. Ранее СМИ сообщали, что приоритетной кандидатурой является бывший наставник Дормундской Боруссии Томас Тухель, однако он отказался от предложения «Саутгемптона», поскольку желает работать в клубе, играющем в Лиге чемпионов. Маурисио Пеллегрино в прошлом аргентинский футболист, защитник, который провел большую часть своей карьеры, выступая за Велес Арсфилд и Испанскую Валенсию. Настоящее время футбольный тренер. В «Формуле-1» могут появиться две новые команды, заявил президент Международной Федерации Автоспорта Жан Тотт. Как пишет Crash.net, из-за закрытия «Мано-рейсинг» количество команд «Формуле-1» в нынешнем сезоне уменьшилось до 10, что является минимальным количеством с 2009 года. Однако президент Федерации Жан Тотт заявил о том, что в ближайшем будущем «Формуле-1» могут появиться две новые команды. Когда мы почувствуем, что время пришло, мы сможем организовать тендер. На данный момент у нас есть 10 команд. И у нас есть план увеличить это число до 12. Рост возможен, если появится один или два сильных новичка. Слухи слухами, но несколько команд уже интересовались этим вопросом в последнее время. Цитирует Тоттокраш.нет. На отдельных отрезках нового сезона пилоты «Формулы-1» получат повышенную нагрузку из-за плотного календаря, передает AutoWeek. Стало известно, что в календаре на сезон 2018 запланирован 21 этап, что является рекордным результатом в истории «Формулы-1» и повторением показателя 2016 года. Однако чемпионат 2018 будет отличаться от всех остальных тем, что летом болельщики увидят три гран-при за две недели, чего в истории серии еще не было. От называемый «трипл-хедер», то есть три гонки подряд, состоится с 24 июня по 8 июля и будет включать в себя гонки во Франции, Австрии и Великобритании. Главный исполнительный директор «Формулы-1» Чейс Кэрри прокомментировал особенности представленного накануне календаря сезона 2018 года. По его словам, основная причина «трипл-хедера» — чемпионат мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля. Поскольку футбол является самым популярным видом спорта в мире, руководство «Формулы-1» решило подстроить свой календарь под Мундиаль, чтобы не терять зрительскую аудиторию. «У нас уникальное событие — этапы три недели подряд. Это продиктовано чемпионатом мира по футболу. Промоутеру гран-при было бы сложно провести гонку в день финального матча чемпионата мира». Сказал Чейс Кэрри. Спорным моментом в календаре «Формулы-1» на 2018 год является судьба гонок в Китае и Сингапуре. Оба этапа еще официально не подтверждены и могут выпасть из календаря. Всего же с 10 июня по 22 июля пилоты проведут пять гран-при. В новом сезоне в «Формулу-1» возвращаются этапы в Германии и Франции, а покидая чемпионат заезд в Малайзии.